Добрый день, это Таро предсказание для знака зодиака рыбы на август месяц 2023 года. Мы посмотрим, что ждет рыб во всех сферах жизни. Сейчас у меня в руках оракул Мунолоджи. Я раскладываю его здесь и в конце основного предсказания мы возьмем несколько карт из этой колоды. А также сегодня это карты Ленорман, золотые мечты. Что они предскажут для вас, рыбы? Я, как обычно, достаю шесть карт, потому что это соответствует шести осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, что ждет рыб в августе 2023 года? Первая карта. Карта Лиса. Ну, Лиса — это, конечно, какая-то хитрость. Поэтому будьте осторожны, доверяя какие-то важные секреты и имея какие-то важные дела с вашими партнерами как по личной жизни, так и в работе. Может быть, конечно, это вы та самая Лиса, которая будет хитрить и обманывать своего партнера. Ну, как обманывать? Может быть, просто какая-то хитрость, да, не то, что прямо такой жестокий обман. Но вы будете действовать как Лисичка, уходить от ответа, может быть, пропадать, может быть, появляться, что-то вот такое. Не давать, может быть, конкретной ясности в сторону вашего партнера, так и ваш партнер тоже может действовать как-то со своей целью, да, манипулировать, преследовать свои цели и идеи. Мы сейчас еще откроем другие карты, чтобы прояснить, что здесь может быть. Карта письма во втором секторе – это, наверное, деньги. Это сообщение о том, что вы получаете какие-то деньги, может быть, это государственные выплаты, для этого вам нужно собрать какие-то определенные документы, может быть, это известие о наследстве, какой-то страховой выплате, финансовые документы, первая трудовая книжка. Может быть, вам придется запросить ваши архивные документы, где вы когда-то работали, чтобы вам пенсию начислили, да, или какие-то вот другие любые выплаты. Это может быть перерасчет вашего кредита, может быть, сообщение о том, что вам положена какая-то премия. Ну, в общем, это какие-то финансовые новости. Новая карточка, в том числе новый банк, новый платеж, там, все, что связано с финансами. Карта «Дом» в третьем секторе говорит о том, что вы много будете общаться с вашими домашними, с родственниками, братьями, сестрами, кузенами. Может быть, даже вы часто будете находиться в доме, потому что это еще третий-девятый дом, такой сектор движения. Может быть, вы поедете на родину в ваш родительский дом навести, допустим, родители, или родители приедут к вам. Может быть, это и вообще переезд, да, потому что вы переносите свой дом, переносите свои вещи, ваши домашние куда-то уезжают, да, вы остаетесь одна в доме или один. Дом и переезд здесь как-то вот связаны. Ну, а также это все документы, опять же, да, вот здесь у нас уже была карта тоже с документами. Какие-то документы на недвижимость, на дом. Может быть, вы покупаете новую недвижимость, либо вам нужно подготовить сначала документы, да, для того, чтобы улучшить уровень своего комфорта. Да, ну, здесь у вас, может быть, и много переговоров в доме, просто какие-то документы насчет дома и семьи, да. Карта птицы. Здесь опять какие-то переговоры вы ведете относительно недвижимости. Может быть, действительно многие рыбы что-то продумывают насчет места вашего жительства, либо реставрации дома, либо эти переговоры связаны с тем, где вы будете работать, да, потому что здесь у нас вот опять карта общения, птицы и письмо. Какую должность вы займете? Может быть, вам нужно написать какую-то работу, диплом, методику, да, преподавание или что-то в этом духе, для того, чтобы получить степень, либо получить новую должность, чтобы вас повысили какое-то ходатайство, и вот вы ведете переговоры с начальством, чтобы вам как-то утрясти это дело, чтобы вас повысили или вам дали какой-то грант, может быть, там, новую степень, да. Карта змея здесь вот у нас выходит в секторе друзей, будьте осторожны. Может быть, кто-то из ваших друзей хочет ужалить вас, завидует вам, но не рад каким-то вашим успехам. Также это могут быть напряженные отношения с вашими коллегами. Например, если вы оказываете услуги не с коллегами, а с клиентами. Если вы, например, публичный человек, выставляете на показ свои знания, блогер, либо у вас есть клиентура какая-то, вот здесь тоже есть такие отрицательные комментарии, отрицательные люди, да, которые хотят вас укусить, как бы и не совсем довольны тем, как вы ведете себя в группе, в коллективе, как вы ведете свой бизнес. Конкуренция в бизнесе тоже может проходить по карте змея. Может быть, наоборот, у вас все хорошо очень в бизнесе, да, и вас любят люди, но есть какие-то другие конкуренты. Кстати, это может быть и ваш партнер. Посмотрите, здесь у нас карта лица. Я имею в виду партнера по бизнесу. Если у вас с ним полудружеские, полупартнерские отношения, он может что-то хитрить за вашей спиной. Обратите на это внимание. И двенадцатый сектор, сектор тайн и повседневной жизни. Это карта лебеди. Интересно, рыбы, может быть, вы будете тайно в кого-то влюблены. Здесь может быть несколько вариантов развития событий. Но, во-первых, это встреча с вашей любовью из прошлого. Какой-то человек именно в августе, да, вот в период ретро-Венеры, тоже очень актуальная тема, может появиться в вашей жизни, и у вас вы снова воспылаете к нему вот этими чувствами. Такая тайная любовь, она такая драматичная, болезненная даже в каком-то плане. И слезливая такая, знаете, по двенадцатому дому. Вообще двенадцатый сектор — это рыбы вы, да? Поэтому вам сейчас должно быть очень понятно, о чём я говорю. Когда любовь проходит по сектору шестой двенадцатый дом, это какая-то жертвенная любовь. Вот что я хотела сказать. Любовь — жертва. Вы будете готовы на жертву ради вашего партнёра. Вот такой момент драмы, такой прямо может создаться у вас. Но будьте осторожны, потому что это могут быть кармические отношения. Когда Венера выйдет из своей петли, да, у вас она проходит в восьмом секторе, тоже который отвечает за какие-то секреты, тайны и внутренние трансформации, вы уже можете посмотреть на всё другими глазами. И это, в общем-то, и хорошо, потому что вы осознайте что-то в партнёрских отношениях. Не удивлюсь, что ваш партнёр, может быть, окажется каким-то манипулятором, да, всё-таки по карте лица. Здесь вот у нас сектор любовных романов тоже выходит, змея. Поэтому будьте осторожны. Ваш партнёр, может быть, или партнёрша, неважно, но не совсем искренний, не так искренний, как вы, хотя вам может казаться, что он так сильно вас влюблён. Но есть и другой вариант развития этих событий, да, потому что, например, есть же люди, у которых в Венеру 12-м доме, там, Стеллиум планет в рыбах, да, всё равно же они имеют партнёров, да, выходят замуж и так далее. Но они больше тогда переживают вот эту влюблённость в своей голове, в уме. То есть у вас такая подсознательная любовь и жизнь яркая внутри головы, в подсознании вашем. А на деле, может быть, у вас совсем и не так, да, на деле вы с партнёром совсем другие отношения имеете. Это, кстати, здесь могут быть любовные отношения на месте вашей работы, среди коллег, с человеком, который находится в казённом доме, врач, какой-то служащий, оказывающий ваши услуги вам или вы ему, да. То есть это может быть какая-то такая любовная связь с человеком, с которым у вас ещё какие-то совместные дела есть. Но самый высокий уровень, да, не могу не сказать, особенно для вас, рыбы, любви в шестом-двенадцатом доме — это, конечно, любовь к Богу, Вселенной, к Всевышнему. Это когда вы понимаете, что вы часть природы, открываете своё сердце как поток, вот медитируете, да, загадываете желания, визуализируете, и тогда Вселенная подаёт вам просто как вот руку Господа. Всё, что вы там загадаете себе, вы, рыбы, очень способны на это. Если вы приложите определённые правильные усилия, вы можете визуализировать всё, что захотите, какую жизнь вы только захотите себе. Возьмём несколько карт из колода Мнолоджи. И здесь у нас новая луна в Близнецах и новая луна Затмения. Ну и здесь определённо у вас может закончиться общение с кем-то. Меньше контактов, меньше каких-то друзей, таких вот, ну как сказать-то, с которыми, знаете, вот просто потрепаться ни о чём. Вот, может быть, в вашем круге были такие люди, и сейчас как-то это должно обновиться, я надеюсь, да, потому что вы, может быть, больше будете уделять внимание вашим домашним людям. Здесь у вас какие-то змеи, это, может быть, вы действительно поймёте, что кто-то не совсем честный. А по новой луне Затмения — это обновление круга вашего близкого окружения, да. Может быть, вы обновите контакты какие-то в телефоне везде, там, обновите свои контакты на каких-то сайтах, да, вы, может быть, вообще получите новый телефон, новые позывные у вас какие-то будут, новая почта, новый язык, новый вообще вот уровень общения, новые навыки в том числе, да, вы получите. Поэтому здесь в этом плане очень благоприятно. По близнецам это всегда какие-то новые веяния, новые влияния. А ещё если здесь Затмение, то это что-то кардинальное, какие-то вот прямо кардинальные перемены. Может быть, вы поступаете куда-то учиться, и тогда вот здесь эта карта письма говорит о том, что эта учёба, этот диплом будет приносить вам деньги в будущем. Поэтому у рыб, в общем-то, всё прекрасно. Главное, не допускайте манипуляций над собой каких-то злых людей, если они у вас, конечно, появятся. Потому что вы и сами рыбы неплохие, манипуляторы тоже. Итак, вот такой для вас расклад. Я желаю, чтобы всё самое лучшее отсюда у вас сбылось в августе. И вообще, до встречи на моих новых видео. Подписывайтесь. Всем пока!